Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. На этой неделе мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов». У нас на очереди 12 глава, ее вторая часть. В первой части мы видели историю об аресте Шимона Петра и о его чудесном освобождении, после чего он отправился в то место, где находились верующие. И вот во второй части, начиная с 13 стиха, мы с вами читаем такие слова. Он постучал в наружную дверь, и служанка по имени Рода пошла отворять. Она узнала голос Кефы и так обрадовалась, что побежала обратно в дом, так и не открыв дверь, и сообщила, что снаружи стоит Кефа. «Ты не в своем уме», — сказали ей, — но она настаивала на своем. Тогда они сказали, что это ангел. Интересно, что мы, люди верующие, знаем, что Бог реален. Почему? Мы видим Его на страницах Священного Писания, мы обращаемся к Нему с молитвой, и Он отвечает на наши молитвы. Мы видим постоянные Его действия в нашей жизни. Я могу сказать, например, что в моей жизни, когда я был еще человеком неверующим, однажды я прочитал о том, как можно обратиться к Господу во имя Ишоа, и я обратился и получил просимое. И с того момента моя жизнь изменилась, и я стал следовать за Господом, и делаю это до сегодняшнего дня. То есть, таким образом Бог действует в наших жизнях. Поэтому звучит немножко странно, когда верующие люди говорят этой женщине, «Ты не в своем уме». Почему? Потому что, по сути, ведь все это время они молились за то, чтобы Господь освободил Шимона, и когда Бог уже сделал то, о чем они Его просили, они реагируют подобным образом. Казалось бы, подобная реакция могла бы быть у людей неверующих. Когда я после уверования проповедовал своим друзьям и знакомым о том, что Бог со мной сделал, как Он изменил мою жизнь, мне часто говорили, «Ты не в своем уме, ты блаженный». Почему же верующие люди реагируют подобным образом? Я бы хотел сказать вот что. Не стоит чураться или бояться того, что нечто подобное происходит в нашей жизни. На самом деле, я думаю, что подобным образом, когда мы колеблемся, когда мы не доверяем, когда мы исследуем, сомневаемся в том, что действует именно Бог, таким образом Бог помогает нам обрести опыт общения с Ним, и таким образом мы возрастаем в вере. Я очень надеюсь, что именно это и произошло. И смотрите, какая дальше идет реакция этих людей. Они говорят, это ангел его. На самом деле, конечно, можно здесь прочитать ангел в смысле посланник, потому что слово ангел в греческом языке может означать и в том числе и посланника человека, который пришел как бы от Шимона. Но, скорее всего, когда они это говорят, они подразумевают ангела как духовную сущность. На страницах Священного Писания в Ветхом Завете, в Иудаизме, в Новом Завете, мы многократно видим информацию о том, что существуют ангелы. Например, в Талмуде, в трактате Хагигат, 16 глава, часть Алиф говорит о том, что у каждого человека имеется ангел-хранитель, который сопровождает его. В Новом Завете мы многократно находим об этом информацию. Еще, когда говорит о детях, он говорит так, что ангелы детей видят лирик Божий каждый день. Это Матфея, 18 глава, в 10 стихе. Неверующие люди говорят о каком-то подсознании, о каких-то других интуиции или еще что-то. Верующие люди было решили, что это ангел. Да, им все равно, видимо, продолжает быть сложным поверить, что Бог сделал так, что Шимон вышел из тюрьмы, его очень серьезно охраняли, и как мы с вами говорили в прошлый раз, его уже не было несколько дней. Но вместе с тем, это совершенно не тот же самый ответ, как мог бы дать человек неверующий. Они возрастают в Духе истине, и Бог трудится в их жизнях. В 16 стихе мы с вами читаем такие слова. Тем временем Кефа продолжал стучать, они открыли дверь, и, увидев его, изумились. Подав им знак рукой, чтобы они молчали, он рассказал им, как Господь вывел его из тюрьмы, и сказал, расскажите обо всем Якову и братьям. Затем он ушел. Яков назван братом Ишуа в некоторых текстах. Мы знаем с вами со страниц Нового Завета, и братья его и сестры были людьми неверующими, они не воспринимали его. Однако, по поводу Якова считается, что после того, как Ишуа воскрес из мертвых, а судя по всему, он был вместе со 120 учениками, которые пребывали в верхней комнате, так называемой, о чем мы с вами читали в первой главе книги Деяния апостолов, увидев Ишуа воскресшего из мертвых, он уверовал. Более того, он стал руководителем мессианских евреев общины в Иерушаламе. Тут тоже мы видим с вами, что апостолы на протяжении своего служения поступали так. Они приходили в какую-то местность, проповедовали там. Когда люди принимали Господа, они им помогали возрастать в вере до определенного момента, когда они находили среди них или, может быть, из пришедших, кого-то, кого можно было поставить руководителем, и когда община уже была такой устоявшейся и самостоятельной, они понимали, что могут оставить их, дабы пойти в другое место, где они могли бы продолжить служение Слова и проповеди Евангелия. Итак, мы с вами читаем о Якове, которому Шимон передает информацию. Кстати, традиция говорит, что именно это Яков, автор послания Якова. Интересно, что мы с вами читаем, что Петр не остался вместе с ними. Куда он отправился, неизвестно. И я, размышляя над этим, пришел вот к какому выводу. Собственно говоря, это не обязательный такой вывод, но мне кажется, он правильный. Я думаю, что Шимон отправился куда-то в укромное место, где он мог бы побыть наедине с самим собой и с Господом, дабы помолиться и поблагодарить Господа и прославить Его. И это очень хороший пример для нас. Почему? Потому что когда Господь что-то делает в нашей жизни, особенно подобным образом, чудесным образом, образом, который становится ярким свидетелем для многих людей, и в том числе для нас самих, это очень хорошая практика, если мы имеем возможность, отправившись куда-то, уединившись с Господом, вознести Ему хвалу и благодарность и прославить Его так, как Он того достоин. Дальше мы с вами читаем такие слова. Утром солдаты были крайне встревожены, не найдя Кефу. По приказу Ирода его повсюду разыскивали, но так и не нашли. И тогда он допросил стражников и велел казнить их. Затем Ирод отправился из Иуды в Кесарию и некоторое время находился там. Ну, довольно понятная на самом деле картина. Шимона не нашли, и побег из тюрьмы – это всегда вина стражников. Понятно, что Ирод даже не подразумевал, что Шимон освободился каким-то чудесным образом из-под стражи. И он поступает так, как было принято поступать в то время со стражниками, у которых убежал преступник, а именно казнит их. Дальше мы с вами читаем повествование о том, как Ирод приехал в Кесарию. Там была такая история, что Ирод был в ссоре с тамошними жителями. Эта ссора была им очень невыгодна. Почему? Потому что они кормились с полей, которые принадлежали царскому дому. И они хотели каким-то образом услужить Ироду, дабы восстановить его благосклонность, поскольку это отражалось на их повседневной жизни. И произошло буквально следующее. Он, когда сидел на троне, мы с вами читаем 22-23 стих, «В толпе послышались выкрики, это голос Бога, а не человека, и в тот же миг ангел Адуная поверг Ирода на землю, поскольку он не воздал славу Богу, и тот умер, будучи съеден червями». Итак, мы с вами видим, что произошло, когда эти люди начали прославлять Ирода как Бога. Господь повелевает ангелу своему наказать Ирода, и тот умер. Надо сказать, что описание его смерти мы можем найти у Иосифа Флавия в его книгах. Там это описание несколько отличается от того, что написано у Луки, хотя имеются и безусловные параллели. И я бы хотел сейчас ответить на вопрос, почему. Дело не только в том, что разные люди видят одну и ту же ситуацию по-разному, что, безусловно, понятно. Даже когда люди являются свидетелями одной и той же ситуации, они ее по-разному оценивают. Но дело еще и в том, что у этих людей, которые писали эти книги, то есть у Иосифа Флавия и у Луки, разные цели. Иосиф Флавий был чисто историком, который излагал историю максимально подробно. Лука же, будучи человеком верующим, хочет показать духовную сторону происходящих процессов. Именно поэтому он сосредотачивается на тех деталях, которые считает важным. В конце нашей главы мы находим такие слова. А слово Господа продолжало расти и распространяться. После того, как Барнаба и Шауль исполнили данное им поручение, они возвратились из Иерушалайма и привели с собой Йоханана, прозванного Марком. И вот здесь Лука акцентирует наше внимание на гораздо более важной информации. А именно, что вся эта ситуация послужила поводом для того, чтобы община продолжала расти. Многие-многие люди еще уверовали и обрели веру в Господа. Независимо от того, кто является автором тех или иных посланий Нового Завета, мы видим всегда, что их цель назидание и наставление людей, в том числе людей, которые обретают веру, дабы помочь им возрастать духовно. И это определяет то, как автор того или иного произведения пишет. И здесь мы как раз такую картину и наблюдаем. Наверняка Лука ввел именно вот к этой цели, рассказывая о том, что община продолжала расти, а Барнаба и Шауль отпоравились дальше в свое путешествие. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Да благословит вас Господь! Бощам еще, Маших! Амин!